И смех и грех, как говорится, чего только не встретишь в Америке. Вот, например, могилу с такой вот фамилией, ну, что-то сказать. Слава богу, что эти люди не были гражданами России. Привет всем! У меня накопилось огромное количество недемонтированных материалов из моих поездок в США. В принципе, у меня было несколько выпусков, я размещу их здесь, в описании, потому что с момента их выхода прошло уже несколько лет. Ну и, пожалуй, настало время слепить все остальное. Вас ждет такой калейдоскоп всевозможных наблюдений, не только краевических. Кое-где звук будет идти прямо с камеры, но я думаю, что вы как-нибудь это переживете, хотя, конечно, это будет кровь из ушей. А так, приятного просмотра про различные места из Бостона, Нью-Йорка, Вашингтона и даже Филадельфии, связанные с историей Соединенных Штатов Америки. Мы находимся в самом начале Бруклинского моста, и сейчас мы пересечем его пешком, пройдем и снимем все это с другой стороны, потому что там есть знаковое культовое место. Как только мы отправились через Бруклинский мост, пошел дождь. В принципе, в Петербурге есть свой маленький такой Бруклинский мост, он называется Большой Октинский, или мост имени Петра Первого. Но впереди планеты всей, конечно же, было вот это творение Агана Рёблинга, который в Америке стал Джоном, сам он вообще из Германии. Сына своего он назвал Вашингтоном, но не в честь того самого Вашингтона, а в честь своего друга, инженера Гилла, хотя тот просил его этого не делать, поскольку он говорил слишком длинное имя, я, честно говоря, упарываюсь его писать каждый раз. Джон Рёблинг был типичным колонистом, который начинал как фермер, но это у него как-то не пошло, и сделал деньги он на железных тросах. Дело в том, что тогда строилась железная дорога через Апалачи, и там были такие уклоны, на которые поезда приходилось тянуть с помощью канатов, а вы знаете, что самые вообще надежные и эластичные канаты делаются из пеньки, в данном случае из кантукийской конопли. Соответственно, он подсмотрел в Европе, как делаются эти тросы, придумал свою собственную технологию, запатентовал её, и довольно быстро стал миллионером, потому что это было очень востребованное дело. В этой связи он понастроился в возможных инженерных конструкции с помощью тех же самых тросов, и на тот момент, когда встал вопрос о постройке Бруклинского моста, Рёблинг был фактически единственным в стране, кто мог выполнить такой заказ. Необходимость подобного сооружения между Бруклином и Манхэттеном была весьма актуальна, хотя, конечно, город Бруклин не шибко-то мечтал сливаться с Манхэттеном и становиться единым городом Нью-Йорком. Рёблинг не раз страдал от своей профессии. Сначала у него руку затянуло в одно из устройств, которое наматывало как раз-таки этот трос. Ну а второй раз он стоял в том месте, где должна была быть Бруклинская башня, на куче брёвен возле берега, и проходил мимо паром, ударил по ним, и, соответственно, Рёблинг соскользнул, и двумя брёвнами ему правую ногу практически расплющило. Причём он отказался от услуг докторов, потому что считал докторов и священников лентяями. Он лечил себя водой определёнными методами, ну, то есть голодание, вода и так далее. В общем, ему удалили два пальца, и потом он умер от инфекции. Инфекция столбня, которая была занесена вместе с этим. И остался его сын Вашингтон, который продолжил дело отца. Сам Джон Рёблинг был деспотом, избивал свою жену, оставлял семье, когда уезжал, 50 долларов в неделю на всё своё семейство, причём запрещал им из этих денег тратиться на докторов, потому что, как я уже сказал, доктора, по его мнению, были лентяями, и мать вынуждена была тайком их вызывать и брать деньги из этой суммы и платить им. Младший брат Вашингтона сбежал из семьи в Филадельфию, пришёл в тюрьму и сказал, примите меня как бродягу, потому что в тюрьме ему было намного лучше, чем дома. Сам мост был сделан по системе кессонов, по такой же системе потом вбивались основания Эйфелевой башни, я рассказывал об этом во время экскурсии по Парижу. Кессоны производились из сосны, и как-то раз один из рабочих по фамилии Макдональд что-то там потерял внутри, зажёг свечу, стал искать и поджёг деревяшку, испугался, замазал известкой, но проблема в том, что огонь пошёл внутрь, он после этого уволился, его так и не нашли, и в итоге пришлось весь кессон заливать водой, потому что реально начался пожар. Вот примерно с этой точки Вуди Наллен снял свою знаменитую сцену в фильме «Манхэттен», которая стала знаковой для мирового кематографа, и которая украсила, можно сказать, обложку данного фильма. Фильм «Манхэттен», собственно, как и все остальные из этой серии фильмы Вуди Алина, я настоятельно рекомендую вам посмотреть, иначе вы никогда не поймёте, почему туристы со всего мира приходят на эту точку и делают эту фотографию. А я тем временем продолжу свой рассказ про Бруклинский мост, благо мы смотрим и на него, и на Истривер, и даже на соседний мост манхэттенский. Планировалось оба кессона, на которых уже строились обе башни, опустить до основания скального, но дело в том, что Манхэттенская башня до скалы так и не дошла. Она стоит на песке, просто песок настолько твёрдый, что его уже не смогли разбить. В то время никто не знал про кессонную болезнь, и в итоге Вашингтон Рёблинг её подхватил, и у него начались отниматься конечности. Его квартира и квартира его жены Эмили находилась на берегу, напротив троящегося моста, и Вашингтон мог оттуда наблюдать в бинокль за ходом работ. Его, собственно, так потом и прозвали «человек в окне». Из всех пальцев на руках у него мог шевелиться только один, и в итоге он трогал руку Эмили и выстукивал, используя изобретённый им самим код по типу азбуки Морзе, что он хотел ей донести, а она уже это переводила и рассказывала рабочим про данные им указания. Сама, кстати, Эмилия Роблинг была довольно выдающейся женщиной, такой прародительницей феминизма отчасти. Была, кстати, на коронации Николая II в России, назвала его печальным и красивым в своих воспоминаниях. Ну и, в общем, когда мост открыли специально, чтобы успокоить людей, по нему прошла целая кавалькада слонов, и впереди шёл семейтонный гигант, всемирно известный слон Джамбо. А буквально недавно в одной из башен нашли надпись «Who loveth not wine, women and sons, he remains a fool his whole life long». Это на таком староанглийском. В общем, кто не любит вино женщин и песни или музыку, тот остаётся всю свою жизнь дураком. Я в конце, как вы заметили, поставил немножечко Бруклина, чтобы вы посмотрели на местность, которую, собственно, соединил Бруклинский мост. Ну и пару слов про разные объекты. Вот это, например, так называемые кресты. С правой стороны от Бруклинского моста, если идти на Манхэттен, это действительно муниципальное жильё, и некоторые экскурсанты, когда я водил экскурсию вокруг наших крестов в Петербурге, не верили, что в Нью-Йорке реально в такой вот форме строят жилые дома. А это муниципальное здание Нью-Йорка. Первый небоскрёб со станции метро в его основании. Добавьте сюда шатровых наверший, всяких колосьев, статую рабочих и колхозниц, и вот вам одна из сталинских высоток. Хотя и у неё на шпиле есть статуя Civic Fame. Здание суда округа Нью-Йорк, фигурировавшее в огромном количестве голливудских кинолент, ну, например, в «Адвокате дьявола» с Аль Пачино и Киану Ривзом. Ну или «Крёстный отец», или «Good fellas» — «Славные парни». Продолжая киношную тему, мы перенесёмся в Филадельфию. Ну, звук будет немножечко похуже, но вы пока отгадайте, что делает этот парень и почему он это делает именно здесь. А это знаменитая лестница, по которой взбирается герой Сталонна в самом первом фильме, так называемая «Rocky Stabs». За ней бежит целая такая гора ребятишек. Абсолютно ненадумный кадр, который, конечно же, мог произойти в реальности. Теперь все туристы здесь стоят и изображают из себя руки. А там внизу, когда мы сейчас пойдём, там даже есть памятник, и не заедите, где-то вот как раз он упал. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...